Девушки отдыхают Astro Avenger 2 Достойный продолжатель традиций Jets and Guns, Assault Heroes, Zombie Shooter и других олдскульных проектов Frontlines Fuel of War В отличие от большинства конкурентов, геймплей во Frontlines основывается не на драке за позицией, а на контроле линии фронта Ликуйте! С вами снова Фак и я, Андрей Воробей Фак — это компас в мире компьютерных игр Из нашей программы вы узнаете последние новости игровой индустрии и услышите ответы на вопросы по прохождению Итак, ближе к делу Некоторые игры, как вино, со временем только хорошеют К этой категории можно отнести всяческие аркады, которые прогрессивная общественность использует в качестве разрядки для мозгов После сложного трудового дня Об одной из таких игр мы сейчас и расскажем Встречайте! Astro Avenger 2 — сиквел незабвенного топ-даун-скроллера Первая часть Astro Avenger появилась в продаже аккурат в Католическое Рождество 2004 года Однако с приходом к власти трехмерных и физических ускорителей Картина игрового мира здорово поменялась И скроллеры стали цениться на вес золота Сюжет тут традиционно незамысловат Нам в который раз придется спасать себя, свою планету, солнечную систему, а заодно и всю галактику от нашествия агрессивно настроенных инопланетных форм жизни Системные требования Astro Avenger 2 таковы Процессор на частоте 1 ГГц, 128 МБ оперативной и 64 МБ видеопамяти На жестком диске игра займет всего 70 МБ О геймплее Astro Avenger 2 можно слагать баллады Да-да, это старый добрый стиль Убей их всех и завяжи побольше бантиков Уровни здесь называются мирами И каждый из них в свою очередь разделен ровно на 10 частей На этих вот бескрайних космических просторах нам и предстоит громить высокотехнологичный планктон Наша оценка геймплея 5 баллов У нового поколения геймеров видеоряд Astro Avenger 2 способен вызвать панику, нервные судороги и обильное потовыделение А особо чувствительным это может грозить преждевременные экскурсии на берег Стикса Если скроллер вы оцениваете в первую очередь по технологической составляющей картинки То зашли явно не по адресу Истинные гурманы этого жанра будут от Astro Avenger 2 в восторге Наша оценка графического оформления игры 5 баллов Ласкающий слух ветеранов от компьютерных игр Спецэффекты, знакомые еще со времен 8-битных приставок И незамысловатая музычка лишь дополняют самобытную атмосферу Astro Avenger 2 Наша оценка звукового сопровождения 5 баллов Astro Avenger 2 достойный продолжатель традиции Jet & Guns Assault Heroes Зомби-шутер и других олдскулских проектов Если перечисленные названия для вас не пустой звук То эта игра обязательно появится в вашем винчестере Остальным же ее можно рекомендовать как экскурс в историю на тему Как все начиналось Наша общая оценка игры 5 баллов Игры наподобие Astro Avenger 2 никогда не перестанут пользоваться популярностью Это конечно же не Jet & Guns с его неподражаемым стилем Но проект безусловно достоин вашего внимания Не всем же охота корпеть над головоломками в квестах Или продвигаться через толпы врагов по ультра реалистичным пейзажам Какого-нибудь хай-тек шутера У Astro Avenger 2 своя аудитория И судя по количеству присланных вопросов Не маленькая Первый вопрос В каком порядке апгрейдить свой звездолет? Так ли необходимо выбить себе все виды оружия? Отвечаем Никто не мешает вам поставить все доступное оружие на корабль первой модификации Однако его системы охлаждения и защитные характеристики оставляют желать лучшего Так что мы не рекомендуем на корабль первой версии ставить мега лучемет Скажем пятого уровня А об апгрейде самого корабля целесообразно вспоминать во второй половине каждого мира Таким образом перед боссом вы сможете предстать во все оружии Следующий вопрос Что за пушка изображена в правом нижнем углу магазина и как ее получить? Отвечаем Это самое мощное оружие в игре Однако его нельзя купить ни за какие ковришки Можно только собрать по частям Которые иногда валятся из поверженных врагов Не затягивайте с этим, как только увидите вожделенную железячку Законы движения скроллеров неумолимы И если вы замешкаетесь, то вернуться назад с деталью не получится Следующий вопрос Есть ли в игре бонусные уровни? Отвечаем Нами таковых замечено не было Однако кто ищет, тот всегда найдет Так что дерзайте, авось вам повезет больше Сериалы Штука заразная И судя по всему, очередной их жертвой стали геймеры Компьютерная Санта-Барбара о детективах Сэмми и Макси идет полным ходом Поклонники уже играют во второй сезон И конца этому безобразию не видно Итак, детективный сериал о похождениях Сэма и Макса продолжается Не успели наши герои оправиться от предыдущего приключения Как мимо их дома пронеслась старая знакомая Сибил Своим истошным визгом, знаменуя начало второго эпизода Что же заставило ее метаться по городу и будить соседей дикими воплями? Летающий бермудский треугольник Вам это может показаться полным бредом А вот Сэм с Максом восприняли происшествие как должное И более того, решили разведать, что к чему Пообщавшись с соседями и наслушавшись всевозможных догадок Сыщики узнают, что злосчастный треугольник не что иное, как живой портал Рекомендуемые системные требования Процессор, работающий на частоте полтора гигагерца 520 мегабайт оперативной и 128 мегабайт видеопамяти На жестком диске адвенчура Сэм энд Макс Моэй Бэттер Блуз займет 300 мегабайт Геймплей, как это ни странно, стал несколько задорнее К уже знакомым развлечениям типа «Позбивай их всех» Добавилась игра под названием «Wipe Out», в которой Сэм пытается устоять на доске с подносом на голове А вот головоломки с каждым новым витком истории становятся все проще и проще Еще хуже дела обстоят с фирменным юмором сериала Так или иначе, но неподражаемый сарказм кое-где трансформировался в типичный американский юморок Тройка за геймплей Графический движок разработчики, видимо, менять в ближайшее время не собираются Если же оценивать новые локации, то они, как и прежде, красочные и буквально напичканы самыми невообразимыми вещами Никаких внешних изменений Тройка за графику Единственная отрада — хороший саундтрек и профессионально озвученные персонажи Звуковое сопровождение разработчики, похоже, еще не успели испортить Каждая локация оформлена своей уникальной композицией Что создает необходимую атмосферу Четверка за звук На самом деле, ничего удивительного в том, что Сэм и Макс с каждой серией только теряют, нет Это свойство всех многосерийных проектов Конвейер убивает все живое Привет Генри Форду Тройку получает сегодня игра «Сэм и Макс. Мои Беттер Блуз» Если сериал и дальше пойдет дорогой дешевой популярности, конец его обещает быть трагическим Из писавшихся сценаристов не выручит ни обновленная графика, ни даже новации в геймплее Обо всем этом мы мечтали, играя в iStation Santa, но не сейчас Похоже, для разработчиков пришло время работы над ошибками А мы продолжаем отвечать на ваши вопросы по игре Сэм и Макс. Мои Беттер Блуз Вопрос Я застрял в самом начале Что делать с порталом, который гоняется за Сибил? Ответ Отправляйтесь к Боско Он расскажет, что портал реагирует на геометрические фигуры Ну, просто потому, что он сам треугольный Затем в закусочную Там на стене висит дорожный знак Берем его и отправляемся к порталу Кидаем знак в Бермудский треугольник И отправляемся на остров Пасхи Вопрос Как мне набрать воды из фонтана молодости? Там плавают пираньи и Сэм их боится Ответ Необходимо дать средней статуе послушать ракушку В это время постарайтесь заговорить с другой статуей, наполовину закопанной Над ней появится грозовое облако, которое необходимо при помощи порталов перенести к фонтану Чтобы правильно расставить телепорты Один около закопанной статуи, другой около фонтана Используйте гонг, висящий под каждым из них и молоток Таким образом, молния убьет всех рыб и вы доберетесь до воды Смотрите во второй части программы Frontlines Fuel of War В отличие от большинства конкурентов, геймплей во Frontlines основывается не на драке за позицией, а на контроле линии фронта Turning Point Fall of Liberty Это игра образцово-показательной Голливудский забег с автоматом наперевес Смотрите во второй части программы Turning Point Fall of Liberty Это игра образцово-показательной, голливудский забег с автоматом наперевес Frontlines Fuel of War В отличие от большинства конкурентов, геймплей во Frontlines основывается не на драке за позицией, а на контроле линии фронта Что бы было, если бы немцы выиграли во Второй мировой войне? Какая бы в таком случае участь ждала США и весь остальной мир? Именно такая альтернативная история заложена в сюжет Turning Point Fall of Liberty 3D-шутера на движке Unreal На фоне бесконечных мыльных опер Call of Duty и Medal of Honor такая завязка сюжета безусловно цепляет Итак, смотрим! Если верить учебникам истории, в конце 1943 года на Тегеранской конференции Черчилль, Рузвельт и Сталин приняли решение открыть второй фронт, чтобы окончательно добить фашистов совместными усилиями Spark Unlimited обращаются к модной сегодня теме альтернативной истории И предполагают, что Уинстона Черчилля еще в 1931 году сбил шальной таксомотор Американцы из Spark предлагают следующий сценарий развития событий Без поддержки союзников Красная Армия с позором потерпела поражение И Гитлер без ощутимых проблем захватил всю Евразию Рекомендуемые системные требования Turning Point Fall of Liberty Процессор на частоте 3 ГГц, 512 МБ оперативки, 256 МБ видео, а также 6,5 ГБ на Винчестере Нам же во всем этом театре абсурда отводится скромная роль американского партизана Дэна Картера Fall of Liberty это та же самая Call of Duty, но с одним принципиальным отличием Драйва в ней на порядок меньше Наша оценка геймплея 3 балла Учитывая, что действия игры происходят на восточном побережье США Разработчики с радостным гиканьем отрисовали для похождений соответствующие декорации В программу посещения входят Нью-Йорк, Вашингтон и еще несколько городов Белый дом, украшенный нацистской символикой, это конечно не Ленин с проводами в голове Но тоже довольно смело Единственный минус – катастрофическая нехватка детализации Наша оценка графического оформления 4 балла А вот звучит Turning Point Fall of Liberty Без вариантов на отлично Это, пожалуй, самая сильная составляющая игры Наша оценка звука 5 баллов Turning Point Fall of Liberty – образцово-показательный голливудский забег с автоматом наперевес В наличии штатные спецэффекты и 50 врагов на квадратный метр Наша общая оценка игры – 4 балла Сюжет Turning Point Fall of Liberty – пожалуй, единственная оригинальная составляющая игры Все остальное – геймплей, графика, звук – находятся на недопустимо низком уровне А за то, что разработчики сделали с Unreal Engine По-хорошему нужно просто ставить к стенке и расстреливать Халтура и картонность происходящего сквозят во всем Тем не менее, вопросы по прохождению возникают И на некоторые из них мы ответим прямо сейчас Первый вопрос Нигде не могу найти аптечек Как в игре восстанавливать здоровье, когда меня ранят? Отвечаем Turning Point Fall of Liberty была создана в соответствии с веяниями сегодняшнего дня в жанре first-person shooter Они гласят нам о том, что аптечки – пережиток прошлого Ныне геймплей строится по принципу «Отсидись в окопе, и настроение твое улучшится» Простыми словами, забейтесь ненадолго в какой-нибудь темный угол И вашему протеже тотчас полегчает Следующий вопрос Можно ли в игре покататься на танке или полетать на самолете? Отвечаем Нет, тяжелая техника и военно-воздушный флот – удел фашистских захватчиков Вам же, как партизану, полагается перемещаться исключительно на своих двоих И зависливо глядеть на врагов Видимо, по задумке разработчиков, это должно наполнять ваше сердце праведным гневом И толкать на героический геноцид немецкого народа Следующий вопрос Сколько в игре доступно видов оружия? Отвечаем Великое множество Все, что падает с ваших врагов – все ваше Однако, как это принято в Call of Duty клонах Одновременно вы можете таскать с собой только две единицы оружия Так что смотрите по боевой ситуации, что нужнее в данный момент немощному звездно-полосатому партизану Frontlines – Fuel of Ore Очередной претендент на многомиллионные прибыли сериала Battlefield Действие игры разворачивается в очень недалеком будущем Где за мировое господство сражаются цивилизованный Запад и Российско-Китайский Союз Традиционный и устоявшийся, казалось бы, жанр симуляции полномасштабной войны ощутимо потряхивает Благодаря Frontlines – Fuel of War Подобные игры должны повернуться к игроку тем, чем должны были изначально То есть лицом Разработчики из Chaos Studios начали свою карьеру в качестве производителей модов для Battlefield 1942 Они занимались тем, что перекраивали главные и лучшие на сегодня командный многопользовский шутер на современный лад Попытка оказалась настолько удачной, что авторы серии предложили Chaos влиться в состав студии И те с удовольствием согласились Официально Chaos Studios занималась исследованием и разработкой Оно отвечает за разработку инноваций и принципиально новых концепций В этом качестве Chaos поработали над Battlefield 2 После чего резонно рассудили, что пора бы сделать что-нибудь свое Игра поступила в продажу 25 февраля 2008 года Рекомендуемые системные требования Процессор 3,5 ГГц 2 ГБ оперативной памяти 10 ГБ на жестком диске А также видеокарта уровня GeForce 7800 GTX или Radeon X1900 с поддержкой шейдеров 3.0 Фронтлайнс Фьюэл оф Вор Самая интересная из ближайших многопользовательских игр От всех прочих военно-полевых забегов Фронтлайнс отличается рядом инноваций Во-первых, тут действительно есть сюжет Также игра предлагает 8 гигантских полей для сражений Для однопользовательской компании Каждое поле боя разбито на подэтапы Получается, что игра состоит примерно из 30-40 миссий Фронтлайнс с легкостью поддерживает до 64 игроков онлайн И ей действительно нужен весь этот размах В первую очередь потому, что тут нереальное количество техники Фронтлайнс очень открытая и много вариант на игра Наша оценка геймплея 5 баллов Внешне игра оставляет приятные впечатления Не то чтобы все круто Но если остановить игру, то картинка окажется не кодейшной А в действии игра выглядит феерически Все трещит, разлетается Это, наверное, единственный next-gen прием К которому обучена Fuel of War 5 баллов за внешний вид Озвучку мы также оцениваем на твердые 5 баллов Вы можете убедиться в этом сами Правда, вас может разочаровать озвучка российскими актерами Когда вы освоитесь игровым процессом У Фронтлайнс неожиданно открывается второе, а затем и третье дно Игра, которая на первый взгляд прикидывается многопользовательским шутером Чей масштаб неожиданно переехал сюжетную часть На самом деле оказывается зубастым конкурентом Battlefield Ее ключевые аргументы в споре Темп и тактическое разнообразие Наша общая оценка игры 5 баллов Играть можно Фронтлайнс начинена тонкостями Но она не навязывает их Вы можете играть в нее не зная и половины заложенных возможностей Большинство из них игра заботливо активирует сама И это очень удобно Являясь по форме мультиплеер-шутером Фронтлайнс не заставляет вас заучивать комбинации И вообще ничего не требует от игрока Кроме двух вещей Реакции и драйва Так что ноги в руки, пушки туда же и вперед на войну А пока мы ответим на ваши вопросы по прохождению Первый вопрос Перед началом игры в сингле как-то можно выбрать сторону? Там вроде сразу начинаешь за западную коалицию Отвечаем В сингле нельзя играть за Красный Союз Следующий вопрос Можно ли проходить игру в кооперативном режиме с друзьями? Отвечаем Нет, такой возможности не предусмотрено В первую очередь эта игра рассчитана на мультиплеер Кстати, если вам показалось, что баланс сил в игре неравный Проверьте версию игры Установка патча помогает решить эту проблему Следующий вопрос Есть ли выбор типа снаряда у танков? Отвечаем Нет, такой возможности нет Следующий вопрос А есть ли в игре вид от третьего лица? Отвечаем При игре за пехоту вид только от первого лица Когда управляешь дронами или техникой Можно переключиться на вид от третьего лица Следующий вопрос Подскажите про авиацию В Battlefield 2 не успевал взлететь и уже конец карты А как дела обстоят в этой игре? Отвечаем Здесь все в порядке Места для маневров хватит На сегодня это все Меня зовут Андрей Воробей Это был Фак Совсем скоро мы снова увидимся А до этого заходите в форум на сайте musdefistv.ru Меня можно найти и там Присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobaka.musdefistv.ru Мы обязательно все посмотрим И ответим на ваши письма До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok